Качественным молоком и сыром обещают снабдить Новосибирск, аграрии Маслянинского района. Там скоро развернут крупнейшие в отрасли производства. Перспективы сотрудничества с представителями сельскохозяйственного холдинга ЭКОНИВА обсудил мэр Анатолий Локоть. Когда обещают запустить огромный молочный завод и как такой местный производитель может повлиять на стоимость молока, узнал Александр Сульдин. Здесь 6 тысяч дойных коров породистые. Их выводили сотни лет, чтобы давать десятки литров молока в день. Анна Дюрова, оператор машинного доения. Работает несколько месяцев. Основная обязанность – следить за процессом. Здесь происходит у нас теперь подключка аппарата, в том случае, если коровы отсоединяются. Это происходит либо по ошибке аппарата самого, либо коровы также неспокойно стоят, допустим, и могут его сдернуть, чтобы они додавались до конца. Круг 6-7 минут и происходит, да, корова выдается. Карусель 72 места, по процессу производства дойки непрерывный. Анна отмечает, работают стабильно, зарплата устраивает. По словам директора, сложной экономической ситуации здесь не заметили. Корма местные из Алтайского края, сои из Иркутской области. Породистых коров уже сами разводят. Можно подобрать и отечественное оборудование. А вот рынки сбыта продукции нужны, и Новосибирск очень перспективный. Если сегодня будет построен, достроен наш завод, то я думаю, мы полностью можем снабдить весь Новосибирск нашим производством нашего молока. Это, во-первых, для нас рост, во-вторых, гордость, то, что мы сможем сами себя обеспечивать молоком. Сейчас 60% молока, которое производят здесь, уходит за пределы нашего региона. На переработку. Агрохолдинг собирается менять ситуацию. За моей спиной практически готовый корпус нового сырного завода. Там будут перерабатывать 1150 тонн молока в сутки. Это 115 тонн сыров за 24 часа. Будут работать 460 человек. Это крупнейшее предприятие. Похоже, продукция пойдет именно в Новосибирск. С представителями сельхозпредприятия встретился мэр города. Наша задача с тем, чтобы потребительский рынок был наполнен товарами, продовольственными товарами, товарами повседневного спроса, чтобы не было всплесков роста цен. И поэтому для нас очень важно вот эти связи прямые установить с производителем. Это вопросы продовольственной безопасности и приближения сельхозтоваропроизводителя напрямую к нашим горожанам. То есть я вижу в этом, во-первых, возможность удешевить молочную продукцию для наших новосибирцев. Первый шаг – участие сельхозпроизводителей в городских ярмарках. Место под торговлю муниципалитет предоставляет бесплатно. Сезон уже стартовал. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.